Чтобы оно не думало, что это там какие-то турниры чести, типа там достоинства были. Нет, даже Шопенгауэр это опердолял. Если говорить о так званой дуэли, которую назвал некий Золотов, то это вовсе не значит, что если тень Моли, его же так называли, Путина, сказала, что это дуэль, то это и есть дуэль. Естественно, это не так, потому что я уже не говорю о весовых категориях, я уже не говорю о том, что там человек всю жизнь протектовался эту моль защищать, врага России и мира, всего здравомыслящего и христианского, а также врага славян и так далее и тому подобное. Не только через весовые категории, что человек занимался, а пристебался, типа, к шахматисту. Или здоровые быдло-мужики, тушки, мясо, тупоголовые и чмароподобные, ОМОНовцы, шмомоновцы, хватают детей, за волосы поднимают, тягают, ведут, устрашают. На это им только и хватает офицерской чести, злотовская честь офицерского, злотовская честь офицерская, новый прикол в России, честь злотого, так называемого офицера. То есть об этом еще говорил Артур Шопенгауэр, об этих псевдо-честях, о псевдо-дуэлях, турнирах и тому подобное. То есть военный, вийсковый вызывает, будучи, что он никто, он обычная марионетка, служивый, шел право-влево, убить того, убить этого, вперед нахер, на тебе за Немцова столько-то, столько-то на тебе повышение, взвание, ну за убийство Немцова. И давай дружить дальше, убивать дальше честных, правдивых россиян, которые против войны в Украине и в Сирии, естественно, против поддержки вонючих, тоталитарных, как Янукович, Уркагатинских режимов и Асада тоже. Ну почему? Ну потому что повстал практически весь здравомышлящий народ. Мы не говорим о быдле постсовковой, которая и в России. Мы говорим о том, чтобы в Украине повстал нормальный, проукраинский, пронациональный, прохристианский и прославянский народ против Уркагатины Януковича, который загадил и вооруженные силы, то все на корость врагу, главному тотализатору России, Путину. То есть конфигурации народный лидер Навальный, лидер общественного мнения, какой по весу, это уже сейчас не столь для России важно. Главное, чтобы хоть какой-то вес там воизымел свою суть и волю. Среди здравомыслящей России, которой очень мало, ее нужно сначала перевоспитывать. А оно не перевоспитывается, потому что вот такая клика, конченная блядских, уркаганских беспредельщиков, которые называют дуэли что? То, что и говорил Артур Шопенгауэр, а именно, я не стану пересказывать, там чуть ли не 10 страниц об этом, не только философски сказано, а и в явности. По-другому это, когда уркаганский режим, воровской, блядский, проститутский, с комплексом неполноценности, представителем которого является Путин, в России правит, то это значит, что он образует такой же режим, как и на зоне. Ставят вора, беспредельщика, но сильного. Козла, как по историям ютюбовским, описано экспертами, которые там не один срок побывали. Козла-насмотрщика. Но такого подлого козла, который будет держать не просто в порядочном, как бы, страхе перед порядком, там, внутренним законом этого круга людей, которые в заключении находятся, а именно козла-беспредельщика, чтобы еще и они, эти козлы, от страха простых людей, которые под беспределом находятся, но которые имеют права, это же не просто зона, то есть, для преступников. А россияне, они преступники только в том, что они предали Бога, единого Христа, Спасителя, Сына и Духа Святого, Отца Сына и Духа Святого, там, где сказано, не бойтесь, сопротивляйтесь злу, и тогда зло вас не переборит. А россияне, к сожалению, наоборот, а где зло, какое зло, о, мы ничего не слышали, мы ничего не знаем, а грех, да, то нам батько-батюшка сказал, что в церкви, что это не грех, это такое, нормально, подсасывать властям, воровским, криминальным и этим, короче, террористическим во всем мире, который пускает кровь, не только своим братьям, которые в Украине, которые запротестовали от такого, естественно, и хотели демократическим образом сбросить шавку путиновскую Януковича, но тот применил силу. Понад 200 человек было, в общем, 100 с чем-то, сотня небесная, убиты на Майдане. И поза Майданом, и потом понеслась война. Путиновская война в Украине. Оседлание, то есть козлы, вот эти путятинские, должны и в Украине были, не только в России, показать, что кто тут жонджи, кто тут владеет и Украиной, и Россией, и, короче, всем пароходством, вот этим воровским кланом. простому простолюдину, как рабу тупорымулому, которому простым людям Бог дал всем людям волю, а они, как животные, расползлись и не борются. Вот их и щемят. То есть Украина отказалась от этого щемления. Да, сейчас другое щемление. Воровская власть в Украине. Ну и с нею мы боремся, потому что будут выборы. И явно Порошенко там не займет уже никакого места. Факшит. Слава Богу. Ну а с другой стороны, ну оно мне надо, то, что там творится у вас. Ну как же ж. Там же живет, ну, треть, при найме. Да, она уже такая обугленная, деукраинизированная, но все-таки по своей крови, истоте и душе там живет треть украинцев. Вся Сибирь украинская и польская. Почему эта Сибирь наша, Руси, матери городов русских, должна отходить к Китаю? Вот это очень интересный вопрос. Вопрос к путятине. Вопрос, если он офицер, то он должен ответить. Тяни, как говорится там, в этом гулаге, российском. Ответь! Если ты офицер, если ты рассказываешь буквы, такие, как офицерская честь, мундир там, портупея, блядь, твоя честь. Чем тупее, тем тупее, а не мундир офицерский. Потому что, ответь, золотов, за царскую семью. ты ударник труда коммуховского, коммунистического. Ответь! Если ты коммуняка, то ответь за расстрелянную семью, монаршескую кровь России, Московии. Ответь за нее! Ответь за голодомор! Ответь за гулаги! За миллионы, миллионы, чуть ли не 80 миллионов, убиенных, невинно. И, зараза, инфекция, распространившаяся по всей России, и в Украине тоже. И в тех странах, постсовкове, в которых это все побывало, атеизм гребаный. Ответь за это! Золотов! А потом, трынди что-то о чести мундире. Или ты только можешь политиков вызывать? Не те категории, ты шавка путиновская, ты никто для России, потому что тебя Россия не избирала. А Навальный это выбранец россиян, это выбранец движения. Не ты суррогат продажной армии российской, а Навальный, с приходом которого я надеюсь, я маю такую надею, и Крым вернется в свою гавань украинскую, а не будет там с миллионом населения, минимум как и выцвевшей пустыней, и российской базой, засирающим всю экологию землей наших, Крымом. И Донбасс, естественно, вернется, он перестанет быть уркаганским, люди захотят нареште вздохнуть полной грудью, борясь, так же и с коррупцией у себя, сейчас невозможно там бороться, ну, с кем, против чего, против калаша пойдешь бороться, твоих детей, былиненько, хоп, девочек вправо, или наоборот, влево, мальчиков окопа копать. Так что, какие там нахер маты, татами и батуты, это чисто провокация не только против Навального, это чисто провокация призыв к убийству, потому что массы у этого человека подобия моли Путина, тени моли Путина, мяса и силы побольше, нежели у Навального, значит, это будет унижение всех демократических сил в России, которые априори будут обчморены перед всем миром, то есть, нельзя ничего сказать ни против коррупции, ни против издевательств, если начинаешь что-то говорить, то всех надо опускать, и это будет всеми обхлопано, да? Не тут то было, то есть, если вот этот некий Золотов, так сказать, по фамилии, предлагает вот такую хрень, то нельзя на нее вестись, если россияне сочтут это по-другому, и если он бросает вызов всем россиянам, то всех, у кого есть оружие, должны к этому прислушаться, как все за одного, один за всех, и тогда вот один, другой, третий, десятый, тысячный, сто-тысячный, понемножку, должен выступить тоже, как одно единое целое, против вот этого коррупционера, ворюгу, и помощника, убийцы, демократических сил в России, решить этот вопрос. вот что я тебе говорю, вор, врун и крыса, который ворует у своих, ты хочешь дуэли, ты мне с девятого управления офицер, стреляющий там с двух рук, я вызываю тебя, сука, на дуэль, на твоем табельном пистолете, макарова, падла, я тебе гарантирую, что как только ты согласишься, ну я знаю, что ты, сука, засышь, ну просто ужас, выходит в интернет, на наше поле, имея за спиной 300 тысяч гавриков с пулеметами и автоматами и вызывает Навального на татами, выйди со мной на пистолетах, не засы, покажи, какой ты мужчина, какая у вас у ГБшников честь, вы только из-под тишка можете убить, докажи, что это не так, вы только набрасываетесь, когда вас большинство, вы только полониям травите, новичком травите, докажи всему миру, что это не так, выйди со мной один на один, ты же умеешь стрелять, тебя в девятом управлении учили, выйди, я твое оскорбление воспринял как вызов и вызываю тебя, так что хочешь по-мужски, давай, нет вопросов, я знаю, что засышь, но самое главное, если все-таки Навальный решится, то сугубо только на дуэль пистолетную или автоматную, как хотите, то есть до этого Навальный должен пройти курс стрелка, молодого бойца, сколько ему нужно, столько и нужно по времени, там, месяц, два, три, полгода, амуницию научился бы стрелять, потому что он молод, более изворотлив, нежели это тушка, мясо, тень моли Путина, золотов, и тогда уже по звуку бонга, тогда побух, и начали в себя палить, это тоже ни к чему не приведет, потому что если убьют Навального, то найдутся другие, но это опять замедлит процесс борьбы с властью, потому что Пугачевщина, она быстро прикроется той самой властью, и в той самой потом Пугачевщине найдутся такие себе золотовые, которые приведут только гражданской войне на России, а на этой России, как мы знаем, ядерное оружие, если Путин игрался с гранатками, если у него это получалось с Чечней и Чкерией, если это у него получалось с Грузией, древними княжескими родами, христианскими, если это у него получилось частично, слава Богу, с Украиной, то как у него может это получиться, если начнется гражданская война, сопротивление, и у каждого там по ядерным, захваченным город захватила одна группа, назвалась там Патриот 1, Патриот 2, 10, а там ядерное оружие, и как, что ты этому Патриоту сделаешь? У него своя группа вооруженных людей, захвативших, и уже тогда расширенится на малые государства, и народ там тоже ничего не сможет сделать, потому что у тех будут штыки, штыки на штыки, гражданская война, то есть Каламбур капец полнейший, а Путин опять со своими голорезами начнет взрывать те же самые дома, или еще чего-нибудь похуже придумает, чтобы опять вся Россия вернулась в стойло вот этого преклонения воркщипа для одного правителя, пусть это будет не Путин, а экс-Путин, или еще какой-нибудь, который потом обеспечит Путину счастливую пенсию как главному террористу мира, убийце, где-то убийце, женщина-убийца и тому подобное, то есть по всей сути и истоте такой самый вор, завистник и провокатор через убийц Пушкина, как Дантес, такой же золотов, чистая ворюга, бестолковая, бесполезная, а чисто тень моли Путина будет убивать народных лидеров, лидеров народного противостояния злу, которым является Навальный. На данный момент неизвестно, что потом будет, но покуда ему светят только за стенки Тюряга Гефенгнис, только это ему светит, поэтому говорить о том, каким он будет, если бы вот-вот, типа, да, стал бы президентом, отдал бы Крым или не отдал бы, это бесполезно. Сейчас главное убрать ненормальных, убрать комплексы неполноценности и подлость с управления Россией, чтобы она категорически и полностью не перешла под юрисдикцию та Россия, которая питает своими природными ресурсами всю эту кремлевскую погонь, чтобы она не перешла Китаю. Пускай уж лучше она перейдет к Америке, под юрисдикцию Америки. Там они, россияне, хоть останутся славянами и сохранят свою моноэтничность, а тут они станут чистой китайозой, чистой чистоганом рабской силой и оплодотворителем для улучшения генотипа китайской нации. Только и того, то есть о культурах, еще о чем каком-то духовном развитии, там можно будет на века забыть. А этого мы, украинцы, не можем допустить, потому что там, в той части России, треть украинцев душой, кровью, главное, душой-то уже под вопросом, остались, были, есть и будут растворившиеся, но все же и в другие края отходит Россия твоя. короче, Шопенгауэр тут дофига чего сказал про одну дуэль, какое это говно, государство не может своему войску или своему народу предоставить честную систему правовую и пускает это на самотек дуэли, шмуэли и т.д. экс. так что золотом, а скорее дьяволов не нужно ходить аж так далеко в голодоморы, в убийства, жесточайшая расправа монархии, царской семьи, ответь за недавние преступления твоей банды, твоей клики путиновской, которой ты виданно полностью служишь, наплевав на законы россияне даже не слышали об этом то о какой офицерской чести в мундирах картошка в мундирах а не честь офицерская можно тут вообще говорить ответь за свою банду за взрывы на Каширском шоссе в Москве в той же в Буйнакске еще там где-то ответь за смерти россиян и за смерть Литвиненко который вскрыл вашу контору гребаную банду которая держится только благодаря не чести не чести чести не а чисто быдлятству и тупизму идиотизму лошизму и т.д. и т.д. россиян которые и через страх свой и через вот такую долбодятность не могут выйти и запротестовать по нормальному они там с плакатиком то есть и самое хотя бы последнее ответь как твоя банда путиновская террористическая офицерскую честь заговнила заговнила заморала запятнала обесрала когда наши бойцы выходили с под Иловайска когда освобождали свою землю неньку свою ветчизну матеньку свою ридну землю христианскую Украину ответь как и наши гребаные генштабники с вашими террористами договорились вывести этого котла в который в принципе и завели и те же генштабники и ваши геерушничества но это славяне христиане бойцы солдаты по всем женевским конвенциям вы же договорились да это добробаты которых ненавидели даже генштабные крысы в Украине но это бойцы это соль земли украинской которые должны быть и вам примером чтобы вы не были быдлом раболепским там в России и они выходили а вы пубух чисто в поле расстреливали это шо офицерская честь мундира ну чморидла чистая вонь чморовская гнида тупая портупея совковая галимая галиматья отстой вонь а не честь мундира капец это честь мундира кобзоном пропахло то есть мой дед погиб под Сталинградом в окружной дивизии за что ну понятно за СССР то есть если была независимая нынька Украина он непременно оказался бы в рядах или УПА или защитников этой ныньки своей вечизны суверенной Украины а поскольку это был совок гребаный коммунистический с продразвертками с голодоморами ну шо поделаешь оказался там и боролся отстаивал и положил жизнь свою там в России в Россиюшке Волгоград а теперь это гнида бля карликовая рассказывает что вы нам нахер вообще не нужны были украинцы то вы молиться на УПА на повстанскую украинскую армию должны брать как пример не только пугачевщину свою а как пример Руси киевской святой как она боролась вплоть до последних годочков своих ну да хрен с ним не бог а дьявол ему судья тому кому он служит этот золотом то есть чтобы не только россияне потому что это в принципе если бы я лет 10 назад не читал это то естественно бы и не знал а так случайно тема вспомнилась и попалась чтобы не думали россияне что вот эти дуэли они были воплощением чести то есть вот выдержки самого Шопенгауэра то есть там и в Англии вот такая травля такого закончика российского преследовалась по законам и законодательствам которые вменялись законом как преступления из-за всякого вздора драться между собою с напоминанием типа аллигаторов гладиаторов я предлагаю поэтому нашим немецким пуристам вместо слова дуэль которая вероятно происходит от латинского дуэлум война а от испанского дуэла страдания жалоба тягость употреблять выражение рыцарская правля он предлагает своим немецким пуристам коллегам педантизм с каким обставляется эта глупость способен конечно возбуждать смех возмутительно однако что подобного рода принцип и его нелепый кодекс устраивает государство в государстве государство не признающее не оно не признает иного права как кулачного помимо кулачного оно ну вот это такое кулачное государство терроризирует подвластные ему сословия так как всем открывает двери священного тайного трибунала куда всякий пользуясь вместо полиции очень легко создаваемыми предлогами может привлечь всякого всякого чтобы над ними обоими совершался суд на живот и на смерть о какая-то лошара набухалась и оно подумало что оно может вершить судьбу над другим поэтом к Пушкиным наприклад о естественно что это сделалось ловушкой с помощью которой всякий негодяй если только он принадлежит к упомянутым сословиям может подвергнуть опасности даже лишить жизни всякого благородного и хорошего человека мэна чувака классного или героя оппозиции ну лидера оппозиции пусть даже их будет много этих лидеров оппозиции но один из более-менее раскрученных лидеров оппозиции которым и является Навальный Давич до этого являлся убитый в святой памяти Борис Немцов то есть даже по примеру Дикого Запада в свое время тот кто вытащит быстрее и выстрелит метко револьвером в лобешник потому что тут у него там у кого-нибудь там может бляха быть или кулеотпорный бронежилет получается всем с молоду нужно учиться быстро вытаскивать бронь оружие и стрелять если тебя оскорбляет и ты не вытаскиваешь бронь оружие и метко быстрее чем провокатор провоцирующий тебя на то что ты вытащишь оружие и он будет тогда тоже иметь право вытащить оружие и выстрелить так же в тебя это будет считаться как чистая самооборона то есть если ты не владеешь этим значит нужно получается всем быть вот такими не учиться ни в школах ни везде нигде не быть математикой не быть физиками не быть компьютерщиками не быть программистами а только метко учиться стрелять и ходить по улицам и друг друга задрачивать кто быстрее вытащит пистолет но не успеет нажать на него а тот быстрее его будет значит прав и можно ходить валить секунда полсекунды то есть получается вот эти дуэли для офицеров так так званых без чести и достоинства чистой портупеи то есть так званые офицеры вот этой путиновской продажной воровской помойки не должны не то что там апеллировать такими понятиями как честь офицерская достоинство мундир не то что такими словами а и даже такими словами даже негативными как дуэль которую придумали власти для того чтобы не обеспечивать ни закон ни порядок ни в армии ни в той структуре в которой они должны этот порядок обеспечивать будь то на гражданке будь то в армии и как вся эта тупейшая совокупность тупейшего бессмысленного война ради войны война ради гордыни абсолютно приказы командира которого ну глава россии кто человек с большими комплексами неполноценности после которого как по принципу домино падает всякая честь достоинство мундир и тому подобное всякая аксиология там отсутствует не то что там в армии вообще во всей этой гнилой структуре продажной неужели это не могут вхавать понять въехать обычные простые россияне у которых еще что-то в генах в генотипах осталось от хотя бы святой руси киевской тогда когда московия бегала в обмотках когда она была болотом еще когда ее не было здесь уже цвела цивилизация от руси киевской матери городов русских неужели это трудно вхавать понять что не какая-то там тень моли путина будет на белое говорить черное и абсолютно с ног на голову переворачивать все понятия о чести мундире и достоинстве и думаю каждый нормальный человек срезюмировал просто попросил бы чтобы россияне если они акцептируют принимают к себе в свою жизнь жизнь потомки в генотип свой вот такой дерьмящник вот такой гнилой образ жизни и понятие об этой жизни то не нужно это дерьмище навязывать нам украинцам и не только украинцам а и множество в том числе и россиянам наций которые живут в Украине как это даже трудно понять что придурки с Кемерово с Сибири потомки украинцев по крови плоти духу едут сюда за какими-то ну за баблом естественно чмыри чисто продажные убийцы но они под примитивную путиновскую установку идеологии от примитивного зомбоящика они думают что они оправдывают усправедливее себя и думают что да они в натуре едут там фашистов убивают там бандеровцев и тому подобное то есть как могут примитивные людишки ну как как насекомые без мозга души духовности этики и тому подобное розума логики вообще представлять будь какую нацию ну это ж позорище это ж примитивные папуасы новой гвинии а не россия которая пишет там она объединила там кого-то там в войне то есть если эти бандюки держат у себя общак и понятия вот такого общака они думают что эти понятия должны распространяться по всему миру то где они тогда будут бабло брать если всего мира будут такие же понятия как и у них но господь же не сотворил не сотворил эту планету землю чтобы у всего мира были такие же понятия как у этого примитивного общака который ведется на всякие читки путина идеологию какую-то вонючую чтобы ехать убивать созданными богом братьев и сестер на донбасс захватывать крым нахер он им впал то есть примитивные путиновские комплексы неполноценности передались в общество в российское превратив его в такую же примитивную попуа нового гвинею мумба-юмба только такое логическое объяснение подходит к теперешней к теперешнему режиму путиновской россии россияне так что шопенгауэр как в воду смотрел как пророк и был прав насчет тени моли путина золотого он как через века смотрел беспредел и народу вот это коленка стояния тоже по плечу и тоже выходит как баранам это нравится идти за кем лишь бы куда за кем лишь бы идти сам процесс идти баранами за кем то куда то приносит толпе всеобъемлющее сатисфакцию и удовольствие примитивизм жесть